Конечно, преждевременный уход Чедвика Боузмана в конце лета прошлого года стал настоящим шоком очень для многих и с того времени миллионы фанатов и руководство Marvel начали судорожно думать, а как же будет правильно поступить с персонажем актера Черной Пантерой, роль которого должна была стать ключевой для многих следующих фильмов. В итоге боссы студии приняли, как мне кажется, единственно верное решение не проводить замену Боузмана другим актерам и уж тем более не создавать его цифровую копию, а просто плавно увести Тичалу за кадр, передав его мантию кому-то другому. Но вдруг оказывается, что часть аудитории в корне с этим не согласна и в сети с невероятной скоростью набирает обороты петиция о рекасте Тичалу в дань типа уважения Чедвика Боузмана, что само по себе уже звучит довольно нелепо, как по мне. Так что же будет дальше и чем движимы очередные борцы? Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, как я уже упомянул изначально, вариантов у Кевина Файги было три. Первый это провести рекаст Боузмана и отдать его роль другому актеру. Второй воспользоваться новыми технологиями и по сути смоделировать Черную Пантеру на компьютере. Ну и третий отдать Тичалу дань уважения в новом фильме, возможно небольшим трогательным камео и затем вывести этого персонажа как бы за горизонт. Что в итоге и было решено сделать, причем как мне кажется, с точки зрения именно морали, если хотите, третий вариант самый корректный и правильный, это тот нечастый в последнее время случай, когда с решением Марвел можно согласиться на все сто. Но вдруг оказалось, что многие, так скажем, сторонники черной культуры категорически против данного решения и они просят или даже требуют от боссов МСЮ оставить Тичалу, проведя его рекаст якобы в дань уважения Чедвика Боузмана. Давайте послушаем. Как первый темнокожий супергерою в основных комиксах МСЮ, кинематографической вселенной Марвел, Тичала это буквально черная история. Он был создан в 1966 году в эпоху борьбы за гражданские права, как воплощение позитивного представления чернокожих. Его персонаж также способствовал возвышению черных женских персонажей, таких как Шторм, Дора Милая и его собственная сестра Шури. В черной культуре нет более позитивной формы представительства, чем сильные черные мужчины и женщины, поддерживающие друг друга. Персонаж Тичала только приоткрыл свою историю в МСЮ и еще многое предстоит рассказать. Мы все должны чтить Чедвика Боузмана за то, что он делал на экране и за кадром, потому что он был супергероем в реальной жизни. Марвел следует и впредь чествовать Чедвика Боузмана любым количеством способов, не ставя при этом под угрозу легендарный персонаж Тичалы. Ну, как бы такое, честно говоря, история с душком, как мне кажется. А еще мне кажется, что авторы данной петиции только прикрываются якобы уважением к актеру, а по факту они просто трясутся, как бы это вдруг не уменьшилось на экране черное представительство. И ради того, чтобы подобного не произошло, готовы на все. Заменить Тичалу, хоть они и пишут в петиции, что не предполагают менять Боузмана, но тогда как, черт возьми, они предлагают это сделать? Сделать бездушный компьютерный болванчик, озвучить его похожим голосом и выдавать все это за прежнего короля, так что ли? И причем тут тогда уважение к Боузману, хочется у всех у них спросить. Если главный посыл очевиден, мол, Черная Пантера такой крутой черный персонаж, супер чувак для темнокожих, поэтому не трогайте его, сделайте лучше рекаст Тичалы, но оставьте его в MCU, так как мы не хотим лишаться крутого темнокожего парня. Да что вы, а мы, например, может быть не хотим лишаться прежнего Железного Человека или Капитана Америку и целого ряда других выбывших персонажей, выбывших, кстати, во многом для того, чтобы отдать их места в том числе и темнокожим представителям. И выбывших уж точно не по причине смерти актеров, которые играли эти роли. К счастью, конечно. Тогда как в случае с Тичалой, по-моему, все разговоры и дискуссии вообще излишни. Да, случилась беда, исполнитель этой роли прекрасный человек и отличный актер умер, так что если вы в самом деле так его чтите, как заявляете, просто дайте данному персонажу красиво уйти, отдайте Мантию Черной Пантеры кому-то другому и на этом все, что собственно и решили сделать в Марвел. Но нет, данная петиция, которая, к слову, распространяется и набирает обороты с огромной скоростью, даже несмотря на то, что голосов пока что под ней немного, данная петиция, как мне кажется, как раз демонстрация истинного отношения многих типа борцов за равноправие и т.д. и т.п. к своим героям. Может, конечно, я немного сгущаю краски, но вот так мне лично кажется. Не знаю, как будет реагировать на происходящее Марвел, пока что ответа от них нет, хотя в последнее время компания Дисней прям очень резво бросается удовлетворять пожелания масс, когда дело касается новой повестки. Так что ситуация с Тичала еще может и измениться и, как по мне, не в лучшую сторону. Что ж, посмотрим, как там все обернется. Вы прямо сейчас пишите ваши комментарии, обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы впредь ничего интересного не пропускать и ставьте пальцы вверх. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пока-пока.